Спецоперация молдавских спецслужб. Этой осенью они задержали преступников, которые привезли радиоактивные материалы для террористов ИГИЛ. В машине сотни тысяч евро. Такую цену бандиты готовы выложить за компоненты для создания грязной атомной бомбы. Зачем она им? Где собрались взрывать? В середине октября исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Эллен Дюк заявила во всеуслышание, что по данным разведки террористы планируют организовать крупный теракт с использованием самолетов наподобие того, что было 11 сентября. Если это выявилось в публичное пространство, и вполне я допускаю, что это выявилось не случайно, что это все было специально предусмотрено для того, чтобы общественность узнала о том, что есть возможность терактов, это, конечно, общественность мобилизует. В конце октября ракетные войска России провели уникальные испытания. Были запущены одновременно все компоненты так называемой ядерной триады. Ракеты с подводных лодок, с подвижного наземного комплекса и со стратегического бомбардировщика. Что это? Рядовые учения или недвусмысленный намек потенциальным противникам? Но кому и почему он понадобился именно сейчас? Несколько дней спустя после наших запусков, 30 октября, США. Учение о глобальной шторм стратегических ядерных сил Пентагона. Самое масштабное за последние годы. Накануне глава Минобороны США Джеймс Мэттис на сенатских слушаниях заявил, «У президента Трампа есть право отдать указ о превентивном ядерном ударе без одобрения Конгресса». Что это значит? Я не говорю, что такое обязательно случится, поскольку существует множество различных стандартных инструментов, чтобы остановить это. Но да, на президенте лежит ответственность за защиту всей страны. У меня есть определенная инструкция, и я думаю, что такие обсуждения лучше вести во время закрытой сессии. Что происходит в мире, если России потребовалось демонстрировать атомную мощь? Сначала они демонизировали Бен Ладена и атаковали Афганистан. Потом они демонизировали Саддама Хусейна и атаковали Ирак. Потом был Каддафи, Асад, Иран с ядерным оружием. Если ты русский, то ты можешь быть уверен, что тебя они тоже демонизировали. А это значит, что ты следующий. Военные эксперты и аналитики говорят, что угроза применения ядерного оружия против России сегодня реально как никогда. Там любая война, любая заворуха на Ближнем Востоке, а у нас. Поэтому нам очень важно, чтобы Ближний Восток был спокойный, стабилен. В США ведут секретную разработку так называемой чистой ядерной бомбы. Это выяснил бывший ветеран Вьетнамской войны, репортер Гордон Дафф. Сегодня в нашей программе его эксклюзивное интервью. Что ему удалось узнать о тайных планах Пентагона? США создают тактическое ядерное оружие особого типа для разрушения металлических конструкций зданий и фундамента. Ядерное термоболическое оружие. Мы выяснили шокирующие подробности о ядерном оружии. Страшилки о глобальной катастрофе в случае применения ядерного оружия, они не совсем адекватны. Конца света не наступит, то есть воевать, к сожалению, ядерным оружием можно. И выиграть ядерную войну, к сожалению, можно. Посмотрите, это место, где Пентагон испытывал свои самые мощные и разрушительные атомные бомбы. Если радиация убивает, то почему здесь кипит жизнь, как нигде в океане? Мы встретились с живым участником самых масштабных в истории ядерных учений. Производится подвеска бомбы. Человеком, который видел все последствия своими глазами. Какой-то гриб, чёрт. Мы ничего не знали. Это эпоха должна. Нам ничего про это не говорили. А потом туда, вперёд, в эпицентр взрыва. Я видел, овцы выходили. Шкуры нет на них. Собаки там. Зачем крупные международные производители косметики и продуктов питания облучают радиацией еду и косметику? На них нет значка «Обработана радиацией». Вы знали об этом? Как это влияет на здоровье? Сенсационное расследование программы. В Китае общий рынок использования радиационных технологий – это 16 миллиардов долларов. Где-то 2,5 миллиарда долларов приходится на пищевые продукты. Часы судного дня показывают считанные минуты до апокалипсиса. Но действительно ли в случае ядерной войны планету ждёт конец света? Почему военные так не считают? И кто сегодня надеется не просто выжить, а выиграть ядерную войну? Если кто-нибудь однажды всё-таки его применит, и окажется, что оно совсем не такое страшное, не такое эффективное, оно не решает, да? Ну, провели террористическую бомбардировку города. Ну, уничтожили миллион людей. Мы нашли на сайте Пентагона шокирующие документы. Зачем США объявили тендер на 500 миллионов долларов по секретной ядерной программе? Серьёз готовятся стрелять? Не пропустите! Наш фильм перевернёт ваши представления о ядерных угрозах и радиации. Эксклюзивные интервью с выдающимися атомщиками, участниками испытаний и военными, которые раньше никогда не рассказывали о том, что видели своими глазами. Только сегодня. Факты, которых вы не найдёте в интернете. Смотрите прямо сейчас! США собираются выйти из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Того самого договора, к которому США и СССР пришли после Карибского кризиса. Тогда чудом обошлось без удара атомной бомбой. Военные говорят, выход из соглашений будет концом целой эпохи, когда крупнейшие державы на основе взаимных договорённостей хранили этот хрупкий мир. Мне сказали, что я направляюсь в Женеву, в Швейцарию. Где я должен выступить экспортом по разделу 10 вот этого договора СНВ-1. Это раздел по обмене телематической информации при испытаниях в мышко-национальной баллистической ракете. Вот, при испытаниях, значит, ну вот что там? Да, и тут важно отметить, что я вообще-то не выездной был, потому что у меня была форма соответствующая, там, самая высокая. Вот, и в течение суток мне получили разрешение КГБ, оформили загранный проспорт, соответствующие визы через Германию и Швейцарию. Это Владимир Лукин, один из ведущих специалистов по нашему ядерному оружию. Он участвовал в подписании знаменитого соглашения СНВ-1. Это, по сути, главный документ, остановивший ядерную гонку. Военные были сильно потрясены, ведь потенциальному врагу открывалась вся секретная информация, в том числе параметры каждого ракетного пуска. Все уже открыли, ну просто все. Еще, вдобавок, по каждому пуску отдавали телеметрию, правда, в необработанном виде. И у нас было еще научиться обрабатывать, но мы сказали, что передавался комплект аппаратуры, и передавались там методики все обработки, и учили даже там специалистов. Советский Союз тогда пошел на беспрецедентную открытость. Многие годы по действующим соглашениям США могли наблюдать за всем самым секретным, что есть в нашей ракетной отрасли. Но теперь американский конгресс призывает разрывать одно соглашение за другим. Договоры СНВ, вообще, эти вещи, они просто так, так сказать, не бывают никогда. И какое-то осознание, вообще говоря, того, это нужные вещи, ненужные. Плохая она была по отношению к СНВ, хорошая. Значит, я думаю, что плохая. Значит, отдавая вот все данные о пустах, мы, конечно, понимали, что, скорее всего, они научились работать таким образом с нашими ракетами, что им уже не нужно было там каких-то вещей, они сами все это сделают свободно брови. Много ли мы знаем о том, что такое ядерная война? Курсы гражданской обороны говорят, нужно укрываться в бомбоубежищах или на местности. Верное ли это решение? Фотографии тогдашней вот этой Хиросимы, где все сдуло, они были сделаны с крыш сохранившихся каменных построек. А бомба, кстати, взорвалась, как раньше говорили, над атомный дом, это называют. Сейчас уточняют, говорит, метров 200 в сторону. Он сохранил сейчас как памятник атомной бомбардировке. Голливудские фильмы и пресса рисуют картину апокалипсиса. Вымрет все живое, кроме крыс и тараканов. А выжившие в укрытиях не смогут подняться на поверхность десятилетиями. На сотни лет землю захватит ледниковый период. Но так ли это на самом деле? Расчеты ядерной земли делались в условиях, когда Соединенные Штаты Америки и Россия располагали примерно по 30 тысяч боеголов. Не 1350 и 1750, а по 30 тысяч боеголов. Кто переживет ядерный удар? Женщины? Мужчины? Дети? Животные? Или только крысы и тараканы? Не хотелось бы, чтобы мы мутировали после ядерной катастрофы. Ход вероятной ядерной войны и ее последствия для всей планеты были подробно просчитаны и описаны учеными. Но верны ли эти расчеты? Что будет на самом деле, если ядерный удар окажется неизбежным? Смотрите в нашей программе. В марте 2016 года террористы ИГИЛ готовили атаку на бельгийские атомные станции. Но чудовищный теракт удалось предотвратить. Бандиты действовали по очень простой схеме. В городке Шар-Леруа во время прогулки с собакой был застрелен сотрудник службы безопасности АЭС Тианг. Его пропуск похищен. Это произошло всего через три дня после ужасающих терактов в аэропорту Брюсселя и на станции метро Мальбек, которые совершили братья Ибрагим и Халет Бакрауи, члены ячейки ИГИЛ. Спецслужбы Бельгии уже выяснили, что атомная электростанция Тианж должна стать следующей целью террористов. И пропуск убитого сотрудника успели вовремя аннулировать. Кроме того, под подозрение службы безопасности попали сразу 11 человек, работавших на АЭС. Их отстранили от работы. Две бельгийские АЭС Тианж и Дуль находятся в густонаселенных регионах. В радиусе 75 километров от станции Дуль проживает около 9,5 миллионов человек. При этом обе АЭС самые старые в мире, им больше 40 лет. Перед атакой они уязвимы сильнее всего. Но это не все. В Европе оказывается не так уж сложно достать радиоактивные изотопы, чтобы устроить так называемый «грязный взрыв». Начинить бомбу не шариками и гвоздями, а изотопами урана или плутония. Продавцов урана недавно задержали в Молдавии. Полиции они признали, что радиоактивное вещество добыли на Украине. А это Москва. Вообще-то полиция вела разработку группировки наркоторговцев, и то, что обнаружили у них во время задержания, стало шоком. В кармане одного из подозреваемых лежал необычный талисман. Кусок оружейного плутония. Радиация. Что? Радиация. Это что за радиация? Поясните, пожалуйста. Это просто так с собой нашу. А что там находится? В супермаркете. Плутоний находится? В гараже оказалась подпольная лаборатория, где варили амфетамин. А помимо наркотиков, колба с оружейным плутонием 239. Чтобы сделать такое вещество, нужен реактор и сотни специалистов. Наркодилеры говорят, что достали радиоактивные вещества в Чернобыльской зоне отчуждения. Ездили туда специально. С какой целью они собирали плутоний и что готовили? И самое главное, кто еще может найти такой бесхозный материал для создания атомной бомбы? Ответ на этот вопрос один из самых главных. Ядерные на сегодняшний день, они более доступны. Потому что имея урана, это уже ядерные ружи, имеющие в руке. Это школа, средняя школа, физика. Даже любой ученик понимает, что означает уран-235 или 237. Это одно из московских бомбоубежищ. В случае войны оно будет открыто для граждан. Чтобы пережить ядерную бомбардировку, нужно знать, где находится такое укрытие. Успеть добежать до него и обязательно иметь готовый к такой ситуации специальный чемоданчик. Прозвучит сигнал сирены, так называемый, как в Великой Отечественной, наверное, такие сигналы подавались. Ничего не изменилось. Те же самые сигналы означают внимание всем. Поэтому сигналы должны включить телевизор, либо, если есть радио, иные способы получения информации. СМС-ка может прийти. Получить информацию о конкретных действиях. То есть, либо укрыться, либо еще какие-то необходимые действия. В случае укрытия, ну, у каждого человека должна быть с собой так называемая тревожная сумка или тревожный чемоданчик. Где он должен хранить свои документы. Желательно питание в течение хотя бы на двое суток. Воды, драгоценности, если есть необходимость. Хватает этот чемоданчик и спускается в ближайшее, приписанное к нему укрытие. Рассчитывать на то, что каждое убежище оборудовано системами вентиляции, обеспечено запасами питьевой воды и топлива, не стоит. Скорее всего, это будет просто подвал. Это в советское время для каждого человека, хоть там примитивные, но строили какие-то укрытия. Сегодня я там, где вот в районе, где я проживал, там, в Новочеремске, я знал, где убежище оборудованное, вентиляционное. Ну, это не для конца света, а для того, что если будет радиоактивное заражение, удары нанесут. Даже здесь, в образцовом столичном бомбоубежище, куда приводят журналистов, дизель-генератор не заправлен. Это бессмысленно. Топливо долго не хранится. Вода тоже. В мирное время оно, как и большинство таких помещений, отдается в аренду под склад. Необходимости использовать убежище по назначению не возникало с момента постройки, 77-го года. Убежище спроектировано таким образом, чтобы обеспечить непрерывное пребывание 2700 человек в течение двух суток. То есть, снабжается именно на это определенное время, на двое суток, всеми необходимыми ресурсами. При этом, при получении команды о приведении в готовность, если убежище в мирное время используется под какие-либо нужды, то выносится все имущество, арендатор или еще кто-то находится, собственник, и заносятся нары, заполняются необходимыми резервами, в том числе водой. Если имеется дизельный микроскоп, значит, топливом запасаются именно на пребывную работу в течение двух суток. Как только убежище будет заполнено, а возможно и просто выйдет время, отведенное на эвакуацию, двери закроются. И попасть внутрь будет невозможно. В таких случаях инструкция предписывает укрываться на местности. Мощная яркая вспышка, огромный гриб образуется, и зачастую покрывается слоем пепла большая территория Земли после проведения соответствующего ядерного испытания. Можно ли выжить снаружи при ядерной атаке? Военные говорят, вполне. Но для этого придется разобраться, что именно ждет нас в случае ядерной бомбардировки. При ядерном взрыве там существует и низережное излучение. И когда шарик крутится, то вся поверхность все равно покрывается. Мы подыхаем в первый момент там, а через некоторое время все остальные не подыхают. Если это будет ядерная война, если с применением, так сказать, массированного там ядерного оружия. Это эксклюзивное интервью. Владимир Лукин в 80-х годах принимал участие в испытаниях системы автоматического ответного удара «Периметр». О ней до сих пор известно очень мало. США называли эту программу «мертвая рука». Это действительно точное определение. Предполагается, что даже если все высшее военно-политическое руководство будет уничтожено неожиданным массированным ударом, то все равно из российских установок одновременно автоматически стартуют ракеты по тем целям, которые у них назначены на день «Х». Если они наносили упреждающий удар, выводили из строя, там все на белом свете, провели такие учения, когда была задействована система «Периметр». Это вот как раз вот эти ракеты Реутовские, значит, преоборудованные подкомандные ракеты, они выходили из своих, и от них, значит, на все оставшиеся фактические ядерные силы в войне ядерной передавали сигнал. И по этому сигналу все, что было в автоматическом режиме, приводилось в считаю, что в личном составе там уже нет, нехтемная. Многие думают, что «мертвая рука» запустится только в том случае, если все командующие будут убиты. Но, как утверждает свидетель испытаний, это не так. Автоматическую систему ответного удара создавали не только для этого. Это страховка от нерешительности политического руководства страны. В тот момент, когда люди будут не способны принимать решений, «мертвая рука» сработает гарантированно. Какое? В ядерной войне можно там принять быстрые решения. Особенно, когда уже нанесен удар по нас. То есть вот эти вот разговоры, что вот там полководцы там примут решения. Да никогда этого, как я понимаю, это не может быть. Это просто самих себя уничтожить. Ну что ж там, дураки, что ли, сидят? Вот потому, как я видел людей, они нормально. Они тоже понимают, что это именно германия. Система «Периметр» сработает только в случае реальной ядерной атаки по нашей территории. Если это случится, что останется от нашей планеты после массированного удара? Россия может, обнаружив факт массового взлета баллистических ракет противника, учитывая, что время подлета ракетики составляет где-то порядка получаса, обеспечить своевременный старт своих баллистических ракет по территории США. В этом случае потери американского населения и экономики будут больше, чем в России. Тогда как российский удар, понимая, что стрелять по американским шахтным пустовым уставкам бессмысленно, они пойдут в основном по населенным пунктам американских городов и промышленным центрам. Потери населения американского возничтожения выше. Сценарий гипотетической ядерной войны принято рассчитывать по ракетным силам двух основных игроков — США и России. Что будет, если Вашингтон и Москва нанесут удар по городам друг друга? Действительно, у нас с ними больше всего на вооружении боеголовок, и нацелены они симметрично. Но есть еще Франция, Англия, Китай, Индия, Пакистан и несколько стран, у которых ядерное оружие может храниться незаконно. Если российский ядерный потенциал стоит 1750 боеголовок, американский — 1350 боеголовок, то это уже вполне сопоставимо с потенциалом. В Великобритании — 400 ядерных боеголовок. В Франции — 500 ядерных боеголовок. Израиля — оценочно 400 ядерных боеголовок, они скрывают количество ядерных боеголовок. Сопоставимо с потенциалом Индии и Пакистана, в Индии около 100 ядерных боеголовок. И уж тем более сопоставимо с Китаем. Китай, который сегодня сохраняет в тайне свой ядерный потенциал, что около тысячи имеет Китай. В случае Третьей мировой войны эти страны также могут запустить в дело свои арсеналы. Получается около пяти тысяч ядерных бомб. Что это значит для нашей планеты? Просто представим, как все будет происходить. Современные системы ПРО не смогут полностью остановить ядерный удар. Тут работает простая математика. На перехват одной боеголовки необходимо как минимум две противоракеты. При этом одна баллистическая ракета класса Воевода несет 10 разделяющихся боеголовок. То есть количество целей для системы ПРО растет в геометрической прогрессии. Тысячи ракет с разделяющимися частями — это десятки тысяч целей. Столько противоракет просто нет. Самая мощная противоракетная оборона бывают хады американские, там, и джессы, ГБИ на Аляске. Они могут отразить только единичные или небольшие групповые пуски ракет. И то с негарантированной вероятностью. Ядерная бомбардировка неожиданно обрушивается на крупнейшие города России. Немедленно следует ответный удар по территории США. К атаке подключаются союзники по НАТО. Ответный удар приходится и по ним. Тысячи ядерных бомб одновременно взрываются по всему миру. Что произойдет после этого? Вы можете пересидеть в подвале, подождать, когда радиоактивное излучение спадет. Через двое суток можете выйти. Ну, конечно, будет фон выше радиационного. Но вы не забывайте, что горцы в гараж живут, они живут в повышенном радиационном фоне. Столб воздуха там существенно меньше. Летчики гражданской авиации, которые часто летают, они получают большие дозы. Космонавты получают большие дозы. Посмотрите, эта девушка – популярный видеоблогер из Германии. Она недавно ездила в Чернобыльскую зону отчуждения. Вот пробует нерадиоактивные яблочки в Припяти. Немного кислые, но так окей. Девушка испытывает радиацию на себе. Что она только не делала. Пила зараженную воду, искала в Чернобыле радиоактивные изотопы. И говорит, ничего страшного с ней не произошло. Вот нашла неподалеку в Припяти место, где прямо на земле участок заражения. Очень опасное гамма-излучение. 39 миллизивертов. Это мое самое сумасшедшее видео. Здесь чисто гамма-излучение. А это Толбикини в Тихом океане. Только посмотрите, какая красота под водой. Коралловый риф и просто невероятное биоразнообразие. Это место полюбили акулы, киты, рыбы. Разрослись кораллы. Невероятно, но все это находится в кратере, который образовался на дне после взрыва самой мощной американской водородной бомбы. Через 10 периодов, через 300 лет, считается, что традиционная остановка становится более-менее нормальной. Вот примерные периоды восстановления ситуации. Но, опять-таки, мы с вами здесь должны говорить о сложностях воздействия радиации. Ну, характернейший примет – Чернобыльская зона. Отселение из 30-километровой зоны. Сейчас очень много свидетельств того, что радиация жизнь не убивает. Мы имеем в виду жизнь не только человека, а жизнь как таковую, биологическую. Люди здесь жить боятся, а животные и растения наоборот. Ученые заметили, что именно в кратере необычайно активно растут кораллы. Никакая радиация им не помеха. В океане, по-видимому, сохранились небольшие остаточные следы анонизирующего излучения, то есть той радиации. И, по-видимому, можно предполагать, что эти малые дозы радиации имели воздействие, стимулирующие на те живые организмы и на те живые субстанции, которые подверглись этому воздействию. А это Семипалатинский полигон. За время развития советской ядерной программы здесь провели порядка 500 взрывов. И ничего. Растительность покрывает кратеры, а животные не обходят это место стороной. Стоял в 10 метрах от эпицентра первого советского ядерного взрыва. Ну и вот впечатление, которое было у меня, не сбывает. То есть действительно поле уже фактически степь потихонечку поглощает продукты человеческой деятельности. От опытного поля, которое было в суперсекретном объектах, ну практически же ничего не осталось. А вот здесь удивитесь еще сильнее. В пустыне Невада, неподалеку от знаменитого города развлечений Лас-Вегаса, всего в 100 километрах от него самый большой ядерный полигон Минобороны США. Здесь взорвали больше всего 928. Нигде в мире в одном месте не взрывали столько ядерных бомб. Жители Лас-Вегаса, кстати, долгое время наблюдали атомные грибы прямо из своих окон. Их видно из такого расстояния. Мы реально жили в условиях массированного использования ядерных взрывов. Десятки ядерных взрывов были промышленные в интересах, и экономических интересах, и геолога, разведки, и всего остального были произведены в Советском Союзе. То есть ядерные взрывы активно задействовались для решения разных задач. В конце 80-х ученые пытались просчитать все последствия полномасштабной ядерной войны. Считается, что планета будет полностью уничтожена. Дым и сажи от горящих лесов и городов поднимутся в стратосферу и заслонят собой солнечный свет. От одного взрыва, от массированного взрыва, может зима наступить. Значит, здесь никто этого, естественно, не проверял никогда. Вот. Существует такая теория, что может наступить такое сильнейшее, при массированном применении, что может наступить ядерная зима. Человечество будет долго вымирать, потом может быть долго возрождаться. В течение нескольких месяцев наступит ледниковый период. Температура на планете опустится настолько, что океаны начнут промерзать до дна. И тогда умрут даже те, кто смог укрыться от той самой войны. Такой сценарий событий называют «ядерная зима». К расчетам, показывающим неизбежный апокалипсис, что неудивительно, пришли одновременно советский ученый Владимир Александров и американский физик Карл Саган. Молодой советский ученый по фамилии Александров этой идеи предложил. Этим занималась группа, когда он еще был доктор наук, Никита Моисеев такой. Позднее он стал академиком. А в Америке этим вопросом занимались в городе Лос-Аламос. Это аналог нашего Арзамас-16, родина американского ядерного оружия. Теория ядерной зимы стала основным фактором гонки разоружений. Но с тех пор многие физики спорят. Им кажется, с ядерной зимой что-то не так. В расчетах была допущена ошибка. Американские и советские физики одновременно заложили в свои формулы одно и то же допущение. Они забыли учесть, что пепел и продукты горения довольно быстро оседают на землю под воздействием силы тяжести. Вот они, значит, моделируют, как города горят, поднимаются клубы дыма, пыли, сажи, дым рассеивается, значит, пыль оседает, а сажи тоже должны оседать. Это известный факт, но у них под рукой в обоих группах не оказалось коэффициента оседания сажи. Грубо говоря, надо продолжать работать. Ну давай пока поставим каруну нулю, да, коэффициент оседания сажи, грубо говоря, да. А будем, там же надо циркуляться атмосферным, надо писать все эти программные модули. Ну что, некогда. Вот. И обе группы забыли, что они не учли оседания сажи. Когда машины запустили на счет, значит, они им выдали огромные таблицы, как температура меняется на разных участках земного шара, значит, через время вот после ядерной войны. И оно, температура падала совсем, совсем невозможно низких значений, да. То есть должны были покрыться льдом все океаны, замерзнуть. Военным экспертам кажется нереалистичным и сам сценарий ядерной войны по Александрову. Он не имеет ничего общего с реальной войсковой операцией. Война была какая-то такая, ну, как-то так тупая. Советский Союз в США наносит ударов всем своим ядерным оружием по городам друг друга. Особенно зачем? Зачем города друг друга уничтожать, да? Это же взаимное уничтожение производится. Непонятно. Да, потому что ядерное оружие все-таки это... А. Это сила сдерживания. А. Б. Это то, что, значит, тот раздел, который, ну, очень-очень-очень секретный, секретная точность наведения ядерного оружия. Все знают, что оно очень высокое. И речь идет то ли о метрах, то ли о десятках метров промаха. Да, явно это не для того, чтобы попасть в каком-нибудь городе, типа Чикаго, Зарайска или Рязани, да? Это точность, чтобы попасть в малоразмерный высокопрочный объект, типа шахтной пусковой установки. Виктор Ковалев – военный, сам участник ядерных испытаний. И о дырах в теории Александрова знает не понаслышке. Он так же, как Александров, занимался расчетом последствий ядерной войны. Проведите радиусом, посчитайте по формуле Садовского, на каком расстоянии будет такой радиус. Это будет сезон сплошного поражения. Там в том числе все погибнет в разрушенных зданиях. Ну, возьмем типовой, ну, например, одна мегатонна боезаряд. Одна мегатонна боезаряд даст такой радиус, ну, где-то километров 7. 0,2 килограмма на квадрат. То есть радиусом 7 километров вокруг мегатонной бомбы будет все уничтожено. Реальные планы военных отличаются от того, что гуляет в прессе и популярной литературе. Целями для ядерных ударов, скорее всего, будут вовсе не города. Более того, многие граждане могут даже не заметить, что началась атомная бомбардировка. Публикованных американцами систем нанесения по ядерному удару по территории России, которые охватывают фактически только лишь отдельные точки на территории Сибири, где расположены пусковой установки межкентинальной баллистической ракеты, Московский регион, Южный регион, это вот районы Ставрополья, там вот эти регионы, где находятся наши силы флота, отдельные точки в районе Северного флота, отдельные точки на Дальнем Востоке. То из анализа этих систем видно, что даже с зонами заражения будет покрыта лишняя большая часть территории России. В 1985 году история приобрела и вовсе детективный оборот. Профессора Владимира Александрова пригласили на научную конференцию в Испанию. Он поехал. Но незадолго до начала конференции в Мадриде, как рассказали его коллеги, он сообщил, что пойдет погулять по историческому центру города. И с того момента его никто не видел. Официально профессор считается пропавшим без вести. Однако эксперты полагают, что его могли вывезти в США американские спецслужбы. Был на научной конференции и пропал. Потом появилась информация, что, оказывается, обе группы ученых ошибочку допустили. Не учли седания САЖа. Они, естественно, ее легко устранили. Запустили программу на счет. И оказалось, что после глобального термоядерного конфликта когда будут сожжены города Советского Союза и США, целый день, представляете, целый день будет переменная облачность. И все, и природа успокоится. Вот в таком вот ключе так вот оказалось немножко. Вообще, в принципе, до этого можно было догадаться и раньше. На сегодняшний день достоверно известно, что теория ядерной зимы рассчитана неверно. Кроме того, после того, как прошла программа разоружения, значительно сократились ядерные арсеналы и США, и России. Больше не используются боеголовки мощностью более одной мегатонны, которые были в свое время стандартом для обеих стран. Боезаряды значительно менее мощные. Расчеты ядерной зимы делались в условиях, когда Соединенные Штаты Америки и Россия располагали примерно по 30 тысяч боеголовок. Не 1350 и 1750, а по 30 тысяч боеголовок. Причем, если сегодняшние боеголовки, это боеголовки калибра в пределах основной части, порядка 100 килотонн до полмегатонны, то те боеголовки, 30 тысяч, которых было у нас, и 30 тысяч у США, всего 60 тысяч боеголовок, они все были по большей части от полмегатонны до нескольких мегатонн. Вызывает вопросы и сама суть теории. Ведь ядерная зима, согласно расчетам Александрова, должна наступить не от самих ядерных взрывов, а от пожаров, которые последуют за ними. Но и тут не все так просто. Единственное реальное применение ядерного оружия в истории – Хиросима и Нагасаки. Сравнивать с современными городами их нельзя. Двух городов нет. Хиросима и Нагасаки. Одной бомбы топтического класса хватило. Но, правда, города-то специфические. Это Япония. Города деревянные, города промашенная бумага. Вот, поэтому Хиросима в основном сгорела. Хиросима в основном сгорела в результате огненного шторма. Но огненный шторм, он формируется не всегда. Для того, чтобы формировался огненный шторм, нужна равнинная местность и огромное количество горючего материала. А вот на Нагасаки уже огненного шторма не было. Там холмистая местность, хотя все постройки деревянно-бумажные. Вы будете шокированы, когда узнаете, что планы применения ядерного оружия вполне рутинно обсуждаются сегодня военными. Более того, в США разрабатывают бомбу нового поколения, которую, возможно, уже скрытно применяли в конфликтах на Ближнем Востоке. Шокирующие подробности смотрите далее в нашей программе. То, чего вы не знали о радиации. Зачем крупнейшие мировые производители продуктов питания и косметики обрабатывают свою продукцию гамма-лучами? Почему не пишут об этом на упаковке? И не опасно ли это покупать? Было официально разрешено во многих странах мира использование ионизирующего облучения для обработки пищевых продуктов. Откровенное интервью с участником самых опасных учений в истории. Как он выжил в пяти километрах от атомного взрыва? И почему солдаты на Тотском полигоне не пользовались противогазами? Когда мы пошли в период, мы были против химических защитников. Вот как пленка, вот обычная пленка. Шокирующее расследование ветерана американской армии. Как Пентагон испытывает новейшие ядерные бомбы в Сирии? Есть бомбы третьего поколения, которые США никогда не признавало. Мы опубликовали много документов о новых разработках ядерного оружия в США. Почему именно сейчас военные эксперты заговорили о высочайшей вероятности ядерного конфликта? Где он может произойти? Россия и США, Северная Корея или Ближний Восток? Эксклюзивный материал из Сирии. Я хочу сказать о ядерной бомбе Израиля. Израильский ученый был арестован в Италии и сказал, что в Израиле находится более 200 боеголовок. Это было 15 лет назад. Угроза откуда не ждали? Чем опасны эксперименты с топливом на атомных станциях Украины? За последний только год аварийные остановки были на 9 атомных блоках. Здравого смысла сейчас нет. И у меня только одна надежда на Господа Бога, который бережет Украину. Вот повторение такой страшной Чернобыльской катастрофы. Жуткий план ядерного теракта. Зачем американские инструкторы приезжали украинцев учить, как грязные бомбы взрывать? И угроза, о которой многие успели забыть. Кто и зачем перевел советские атомные станции на американское топливо? Сколько Чернобылей может повториться на Украине? Запихивать, условно скажем, винтовку, для простоты понимания, вместо одного калибра другой. Ну, может быть, пронесет, так сказать, винтовку и не разорвет. Для чего украинские радикалы пытаются подобраться к атомным объектам? Кто и зачем забросил диверсантов в Курскую область? Что такое грязная бомба? И по кому она может быть применена? Смотрите продолжение нашей программы после короткой рекламы. РОШИНО! ВЗРЫВ! Это были поистине уникальные по масштабу учения. 45 тысяч военнослужащих, тысячи единиц боевой техники, танки, самолеты и автомобили. Учениями на Тотском полигоне руководил лично маршал Георгий Жуков. Наблюдать прибыл Никита Хрущев. Было задействовано в учениях в районе 600 танков, 600 бронетранспортеров, больше тысячи автомобилей, там тягачи, орудийные, так сказать, были стволы, самолеты. 320, насколько я помню, самолетов было задействовано. И вся эта махина должна была прийти в действие после применения ядерного оружия. Ну вот, в сентябре месяце применено было, 54-го года, применено ядерное оружие над определенной точкой. И, соответственно, после этого полетел самолет-разведчик для измерения параметров этого взрыва. Через час примерно были пущены войска вот в район этого взрыва. Мы встретились с Юрием Исаковым, одним из участников единственных в истории СССР больших армейских атомных учений. В 54-м году он проходил срочную службу, и о том, что именно предстоит пережить, солдат не предупреждали. Для того, как начались стоять учения, мы стоили брендажи с четырьмя накатами бревен. Вот вырыли в землю, вот оно, попались на два метра, и четыре наката бревен. И вот последний накат находился почти на уровне земли, ну, может, там, на полметра выше. И когда дали знак, что в переводе, мы сидели в этих блиндажах, с железными дверями. Блиндажи были с железными дверями. Мы сидели в этих блиндажах. Тыли взрыв. Земля тряснула, как, знаете, как, ну, как вам сказать, как землетрясение, наверное, понимаете, вот такое вот все, все это зашевелилось на землю. Потом, значит, отбой, мы выскочили из этих трех, и в течение часа стреляли боевыми снарядами в купе центра взрыва. Юрий Исаков вспоминает. Больше всего был поражен видом подопытных животных, которых в исследовательских целях оставили в зоне поражения. Некоторые из них выжили. Когда мы пошли в Пегерод, мы были против химических защиток. Таких? На титках. То есть она вот как пленка, вот обычная пленка. Вот такая против химических, а противогаза нет, без противогаза. Противогаз висел, но не на титках. Ну, факт, что мы подоехали туда. Мы видели вот этих из блиндажей, вы, 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 там, позы, там, овцы, собаки, чего там не было, обгорелые. Вот я видел, я, правда, не все видел, но вот видел овцу, у нее шерсти нет, она вот как одно мясо, она блеет. Вот это я видел. А потом мы тут все время разворачивались, стреляли, опять разворачивались, целый день. Видишь, мы вернулись в свои расплажи. Ученые говорят, что большинство солдат получили незначительные дозы облучения. Опасно было приближаться именно к 200-метровой воронке. Там был очень сильный радиационный фон. За его пределами дозы облучения примерно как в рентгеновском кабинете в поликлинике. Это опасно. Но именно в таких условиях предполагалось воевать с применением атомных бомб на поле боя. Хорошо было известно, что существуют планы конкретного нанесения ядерных ударов. Были известны цели города, по которым планировали американцы нанести ядерный удар. Советский Союз вынужден был серьезно к этому относиться и готовиться к возможной ядерной войне. В свете этого требовались определенные меры, то есть разработка мер для защиты как населения, так и военных, которые вступали в бой с противником. Ну и было принято решение провести испытания ядерного оружия в реальных условиях, то есть на поле боя, после чего пустить прорыв в войска. Трудно сказать, удивительно или это вполне нормально, но многие участники тех испытаний живы и по сей день, хотя какую дозу облучения они получили, не зафиксировано ни в каких документах. Но это не все. Мы встретились еще с несколькими невольными участниками советской ядерной программы. Виктор Брикошин пережил 16 атомных взрывов. У нас было очень много взрывов, которые вот именно наземные. У нас были машины специальные, которые на большом расстоянии, ну на разном расстоянии взрывы стояли по всей области, по Латинске и, может быть, даже дальше. Ловили радио там вот из-за какого-нибудь, волны что-нибудь. А у меня была, я обслуживал, у меня была бортовая машина, транспортная такая, транспортная рота, на которой все возили, людей. В конце 50-х он пошел в армию, а там получил направление на Семипалатинский полигон. Был водителем грузовика. Говорит, на сами взрывы смотреть не разрешали. От этого можно в мгновение ослепнуть. Зато каждый раз после испытаний отправлялся на своей машине к еще дымящимся воронкам. Все самое интересное, никакого страха не было, интересно просто. Даже когда говорили, что надо задом лечь, отвернуться от взрыва, хотелось повернуться, посмотреть, как он на себя выглядит. Но потом, когда волна прошла, видно, там гриб поднимается. И все, и после гриба, значит, потом уже кому надо было, значит, не зли людей в поле там прибором. Обратите внимание, по инструкции 1957 года, большинство солдат даже не прятались в укрытиях, находясь на расстоянии около 5 километров от взрыва. Им предписывалось просто лечь на землю и прикрыть голову руками. Еще один участник испытаний на Семипалатинском полигоне, Борис Бугаенко, проходил там службу через несколько лет, в 1969 году. К тому времени взрывы стали делать подземными. А требования по безопасности стали еще проще. Не нужно было даже ложиться на землю. И единственное, что мы должны выйти все из автобуса, стоим на земле. Почему? Потому что, ну, что значит, любой ядерный взрыв – это маленькое землетрясение. И вот я впервые, не знаю, сколько было там, 19-20 лет, я впервые почувствовал, как страшно, когда под тобой земля. Вот так вот резко, потому что один, второй, третий. Вот это, конечно, чувство, потому что земля – это вроде такая спокойная, цвет, незыблемая. И вдруг она под тобой вот так вот ходит. И мы смотрим, уже знаем, какая сопка, уже световых реперов, световых сигналов нет. Но когда происходит момент взрыва, то, допустим, как правило, шапка чуть приподнимается в горы, выходят пубы белого дым радиоактивные советы. И там, где порода была слабая или были трещины, выходит это радиоактивное облако, выползая по чуть-чуть так, пускаем, пускаем, все. Многие скажут, советское командование поступало безрассудно. Людей не жалели, не заботясь о безопасности. Но военные считали, что применение ядерного оружия на поле боя – вполне штатная ситуация. Задача военных как раз-то не состояла в том, что делать из нее машину судного дня, чтобы, уходя, хлопнуть дверью. Задача военной состояла в том, чтобы создавать ядерное оружие, разрабатывать формы и способы его боевого применения, разрабатывать планы применения так, чтобы этим оружием можно было воевать. Реально воевать, а не уничтожать весь мир и так далее. В ходе экспериментов и испытаний выяснилось удивительное свойство радиации. Оказывается, ее действие не так однозначно, как принято считать. В некоторых случаях ионизирующее и гамма-излучение может не убить, а наоборот улучшить способность организма к регенерации. У нас главный наш разработчик ядерного оружия, Юль Борисович Харитон, в молодости, проводя лабораторные испытания с радиоактивными веществами, произошла авария, и он получил дозу. Я не могу сейчас воспроизвести, чтобы не дезориентировать, я помню только качественную характеристику. В соответствии с учебниками по гражданской обороне, он получил смертельную дозу радиоактивного облучения. Харитон, ну, по крайней мере, за 90 лет прожил. Харитон, получив в 50-е годы или в конце 40-х смертельную дозу излучения. Ну, и так бывает. Смотрите далее в нашей программе. Как используют свойства радиации крупнейшие производители косметики и продуктов питания? И почему не предупреждают об этом потребителей? Мы побывали в лаборатории, где облучают продукты. Применение ионизирующего излучения – это обеспечение микробиологической безопасности продуктов питания, которые потребляются человеком. Зачем Пентагон разрабатывает малозаметную ядерную бомбу? И на кого собирается с ней нападать? Эксклюзивный материал нашей программы – расследование американских журналистов. США готовят преступления против человечества. Мы смогли подтвердить, что ядерное оружие часто используется. Это легко укрывается с помощью контроля за новостными СМИ. У нас есть неопровержимые доказательства. Где может рвануть первая ядерная бомба Третьей мировой войны? Наш собственный репортаж из Сирии. Террористы отступают, но их спонсоры недовольны. Чем это закончится? Надо сказать, что сейчас, благодаря Америке, стало легче приобрести ядерные боеголовки и использовать их против Сирии. И угроза, которой никто не ждал – Украина. Отчего в последние месяцы так часто происходят аварии на атомных электростанциях наших соседей? Подчеркиваю, что люди есть люди. Кого-то заставили, кому-то пригрозили. И что замышляют радикалы? Зачем им понадобились радиоактивные отходы? Даже грязная бомба. Если у них, у кого-то это появится, они это используют. И я в этом ни грамма не сомневаюсь. Не пропустите! Впереди подробно. Как каждый из нас взаимодействует с радиацией каждый день. Какие продукты облучают перед продажей и зачем. Этот шокирующий факт не афиширует ни одна крупная корпорация. Продолжение после короткой рекламы. Смотрите далее в нашей программе. Как используют свойства радиации крупнейшие производители косметики и продуктов питания. И почему не предупреждают об этом потребителей? Мы побывали в лаборатории, где облучают продукты. Применение ионизирующего излучения – это обеспечение микробиологической безопасности продуктов питания, которые потребляются человеком. Зачем Пентагон разрабатывает малозаметную ядерную бомбу? И на кого собирается с ней нападать? Эксклюзивный материал нашей программы. Расследование американских журналистов. США готовят преступления против человечества. Мы смогли подтвердить, что ядерное оружие часто используется. Это легко укрывается с помощью контроля за новостными СМИ. У нас есть неопровержимые доказательства. Где может рвануть первая ядерная бомба Третьей мировой войны? Наш собственный репортаж из Сирии. Террористы отступают, но их спонсоры недовольны. Чем это закончится? Надо сказать, что сейчас, благодаря Америке, стало легче приобрести ядерные боеголовки и использовать их против Сирии. И угроза, которой никто не ждал – Украина. Отчего в последние месяцы так часто происходят аварии на атомных электростанциях наших соседей? Я подчеркиваю, что люди есть люди. Кого-то заставили, кому-то пригрозили. И что замышляют радикалы? Зачем им понадобились радиоактивные отходы? Даже грязная бомба. Если у них у кого-то это появится, они это используют. И я в этом ни грамма не сомневаюсь. Не пропустите! Впереди подробно. Как каждый из нас взаимодействует с радиацией каждый день? Какие продукты облучают перед продажей и зачем? Этот шокирующий факт не афиширует ни одна крупная корпорация. Май 2013 года. Сирия. Эти кадры сняли сами террористы. Войска американской коалиции наносят удар по позициям сирийской армии. Посмотрите, очень странный взрыв. На него обратили внимание военные эксперты. Американский журналист Гордон Дафф провел собственное расследование и пришел к шокирующим выводам. Он уверен, США незаконно используют в Сирии и Йемене тактическое ядерное оружие под видом обыкновенных тротиловых бомб. Мы смогли подтвердить, что ядерное оружие часто используется. Это легко укрывается с помощью контроля за новостными СМИ. У нас есть неопровержимые доказательства. В 2013-м ядерное оружие было использовано в Сирии. У нас есть доказательства применения ядерных бомб в Йемене. Когда во время взрыва возникает вспышка света, эта вспышка — всегда ядерный взрыв, который продолжается, пока прогорает ядерное топливо. Яркая вспышка и характерный взрыв в виде гриба указывают на то, что это необычная бомба. Во-первых, вспышка в виде яркого шара, свет как от Солнца. Во-вторых, и это самое главное, несоразмерность мощности боя заряда и самолета, который доставил бомбу. Это был тактический фронтовой бомбардировщик F-16. Физики и проектировщики говорят нам следующее. Если вы хотите оценить уровень взрыва, используйте здравый смысл. Если F-16 кидает двухтонную бомбу, его максимальный размер, и на поверхности образуется кратер, как от 10-тонной бомбы, это значит, что использовался необычный вид оружия. И это общее замечание. Последние несколько лет Пентагон проводит модернизацию своих тактических ядерных бомб модели B-61. И если еще недавно военные эксперты были шокированы, когда узнали, что США планируют B-61-12 поставлять всем подряд членам НАТО, от Прибалтики до Румынии, то теперь всплывают еще более интересные новые подробности. Многомиллиардная программа, возможно, всего лишь прикрытие. Гордон Дов считает, по этим статьям расходов проходят тайные разработки ядерных бомб третьего поколения. Б-61, в которую США вложили миллиарды долларов, стандартная водородная бомба, которая, как говорят, проходит очень дорогой процесс модернизации. Как мне говорили, финансирование этого процесса позволит получить абсолютно другое оружие. Б-61 модернизируют, чтобы сделать ее более точной. Но, по нашим сведениям, это было сделано еще и более интересным. ...может быть использовано против Ирана и других наций. Вот еще одно видео. 2015 год. Война в Йемене. Саудовские вооруженные силы при поддержке США наносят удары по позициям хусидов. Но этот взрыв снова не похож на обычную бомбу. Многие военные эксперты не верят своим глазам. Может быть, это просто мощная бомба обыкновенного класса. Но давайте сравним. Вот, например, террористы снимают, как по ним наносят удар, наши российские ВКС. ...взрыв мощный. Поднимает облако из разрушенных укреплений. Но, в отличие от американского снаряда, никакой вспышки здесь нет. А теперь смотрите снова. Удары, которые наносят американские самолеты по Сирии. Тайное оружие Пентагона называют чистая ядерная бомба. Но что это значит? И может ли быть ядерный взрыв чистым? Сам термин нам, честно говоря, непонятен. Потому что все, что связано с ядерным взрывом, это по определению грязный. Поскольку всегда возникают радиоактивные осколки, и, соответственно, местности окружающих пространств будет заражено. Дело в том, что конструкторы атомного оружия давно работали над тем, чтобы добиться максимального прогорания ядерного топлива во время взрыва. Да, в тот момент, когда происходит вспышка, идет и нейтронное облучение, и магнитный импульс, как и у старых ядерных бомб. Но на месте взрыва обнаружить следы радиоактивных изотопов будет очень сложно. Они практически полностью исчезают во время детонации. Модернизированные ядерные бомбы с пониженным уровнем радиоактивных осадков могут и, полагаю, будут свободно использоваться. У США есть план вторжения в Иран. Он полностью основан на использовании ядерных боеприпасов против иранского подземного ракетного комплекса. Ничего больше и не может использоваться. Конечно, это ядерная война. Пентагон, похоже, всерьез готовится к реальной ядерной войне. Вот смотрите, серия документов, размещенных в открытом доступе. Минобороны США летом 2017 года объявила 4 тендера на разработку защитных средств для своих войск от последствий применения тактического ядерного оружия. Вот одна из заявок. На нее выделено 25 миллионов долларов. Чему удивляться, когда в Пентагоне полно религиозных фанатиков, ждущих судного дня людей? В Пентагоне полно людей, которые носят с собой Библию, постоянно молятся. Это центр американского Талибана. Где Пентагон находит этих очень ответственных и способных людей? Люди, которые сейчас и в других основных агентствах США невежественны и очень коррумпированы. Многие эксперты, которых мы опросили во время подготовки этой программы, говорят, для военных ядерное оружие в реальности мало чем отличается от любого другого. Вроде как-то я жил в Торибе, ничего со мной не было. Америка, Соединенные Штаты, 137 ядерных взрывов произвела. Это я имею в виду атмосферных. В тот период времени, в течение двух лет, и энерговыделения, ну там порядка 30 с чем-то мегатонн. То есть мы реально жили в условиях массированного применения ядерных боеприпасов. В 1963 году в Советском Фрисе прошла К-серия так называемой высотных ядерных взрывов. Перед заключением договора мы тоже реально жили в это время. Еще, конечно, хорошего для экологии этого нет. Люди в большинстве своем слишком мало знают о радиации. Зато ученые широко используют ее возможности. Смотрите далее. Об этом ведущие мировые производители продуктов и повседневных товаров обычно умалчивают. Они не радиационные, они обработаны небольшой дозой инвизирующей излучения. Зачем яблоки и бананы перед поставкой на прилавки облучают потоком быстрых нейтронов? Это, так скажем, поток энергии. Энергия гамма-квантов или электронов. Действительно ли это так безопасно, как утверждают физики-ядерщики? И почему в таком случае нельзя превышать допустимую дозу? Что будет, если ее все же удвоят или утроят? Например, случайно. Чтобы продукт стал радиоактивным, энергия электронов в этом пучке должна быть в разы больше. Почему украинские атомные станции стали так часто выходить из строя? С какой целью радикалы проверяли на прочность систему безопасности Запорожской АЭС? Из-за чего в последние годы на Украине столько аварий на действующих реакторах? За последний только год аварийные остановки были на 9 атомных блоках. Причем аварии были всегда сопряжены достаточно серьезными потерями. Рака, Дейр, Эзор освобождены от террористов. Действительно ли это победа над ИГИЛ в Сирии? Чем займутся сбежавшие с насиженных мест «Головорезы». Сири, с моей точки зрения, ничего не завершено. ИГИЛ – это не организация и не государство в классическом его понимании, а это, прежде всего, террористическая сеть. Наш материал из Дамаска. Бригадный генерал сирийской армии уверен, война не закончится одним лишь освобождением территорий. Спонсоры террористов лишь возьмут паузу, чтобы попытаться нанести страшный удар. Сейчас такие военные группировки, как Свободная армия Сирии, ИГИЛ и другие, смело можно назвать американскими, так как они поддерживаются США. Не пропустите! Неожиданное откровение производителей продуктов, которые оказываются на наших столах каждый день. Радиация, о которой мы даже не подозревали. После короткой рекламы в нашей программе. Посмотрите на эту эмблему и хорошо её запомните. Вот таким зелёным цветочком в круге обозначают продукты, облучённые радиацией. Об этом мало кто знает, но радиоактивную обработку проходит практически всё, что продаётся в магазинах. Детское питание, косметика, овощи, фрукты, мясо и рыба, а ещё практически любая упаковка. И это вовсе не нововведение. Ведущие мировые производители используют технологию облучения давно. Сама технология используется очень давно большими корпорациями. Они используют его и в новых рецептурах, и в функциональном питании, и в специальном питании, и в специальном питании для военных. То есть они начинают именно с тех, где очень критично, чтобы продукт был качественным и безопасным долгом. В России лаборатории, где в промышленных масштабах можно облучать продукты и другие товары, можно пересчитать по пальцам. Одна из них – вот эта, в Калужской области. Это эксклюзивный материал нашей программы. Вот этот прибор – специальная гамма-установка, вырабатывает ионизирующее излучение. Нужно это для стерилизации. Микробы от радиации гибнут, а яблоко остаётся свежим и красивым, как будто только что с ветки. Это, так скажем, поток энергии. Энергия гамма-квантов или электронов. Попадая в продукт, все живые микроорганизмы получают критические дозы облучения. При этом не страдает ни качество облучённого продукта, ни сам пищевой продукт. Он остаётся… Не страдают ни вкусовые, ни органолитические, ни какие-то физико-химические свойства продукта. Инженеры утверждают, что процедура абсолютно безопасна для потребителей. Да звучит страшно. Продукты, которые мы употребляем в пищу, детское питание, которое даём младенцам, косметика, которую каждый день женщины наносят на лицо – всё это может быть обработано ионизирующим излучением. Нерадиационные, они обработаны небольшой дозой ионизирующего излучения. Так же, как мы иногда шпариваем кипятком какие-то фрукты, овощи для того, чтобы убить поверхностные микроорганизмы и кишечные инфекции, мы здесь расстреливаем электронами и получаем ещё больше эффект. Мы убиваем эти микроорганизмы и кишечные инфекции внутри продукта. Он не меняет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. И в этом смысле это более щадящая обработка. На самом деле эксперименты по мирному использованию радиации, в частности в пищевой промышленности, начались не сегодня и не вчера. В СССР в 70-х годах была масштабная программа. Облучали всё. Поля с картошкой, продукты, одежду. А потом в 86-м году случилась авария на Чернобыльской АЭС. И любое упоминание радиации стало вызывать ужас у населения. Подробности уже были не важны. Никто не хотел разбираться, что именно вредит, а что может принести пользу. Именно из-за нашей радиофобии произошло некоторое торможение использования радиационных технологий в пищевой продукции и сельском хозяйстве. А на Западе такой радиофобии не наблюдалось. И, соответственно, количество обрабатыванной продукции достаточно велико. Так что импортные продукты и товары облучены при производстве с гораздо более высокой вероятностью, чем отечественные. Просто потому, что этих гамма-установок у нас намного меньше, чем на Западе. Чтобы продукт стал радиоактивным, энергия электронов в этом пучке должна быть в разы больше. Он никогда не станет радиоактивным. И этот ускоритель вводится в эксплуатацию только при установленных ограничениях. То есть он никогда не станет радиоактивным. Единственное, что может сделать этот пучок электронов, это испортить незначительное качество продуктов, если неправильно подобрали дозу. Физики-ядерщики говорят, что паниковать в любом случае не стоит. Радиоактивное облучение еды и товаров намного безопаснее, чем те консерванты, которые добавляют в продукты производители по старинке. Химики, лоббисты, они с каждым годом количество допустимого химического консерванта в продуктах увеличивают, увеличивают, увеличивают. То есть если действительно 50-60 лет эти нормы использования консерванта были небольшие, то сейчас пробиты довольно сильные барьеры. И доказано, что человек не может есть кетчупа столько, поэтому можно консерватор добавить в 2 раза больше или в 3 раза больше. Соответственно, человек, который ест много консервированной пищи, он действительно, мы любим это слово, подтравливается. Кстати, возможность использовать радиоактивное облучение на бытовом уровне ученые установили как раз во время ядерных испытаний. Взрывами бомб тестировали не только корабли, танки и бетонные здания, но и продукты. Оказалось, что после такой обработки еда становится стерильной. С момента принятия на вооружение ядерного оружия всегда стояла перед исследователями, военными и не только военными задача оценки последствий, оценки результатов, задача планирования боевого применения этого ядерного оружия. Естественно, когда планировалось боевое применение, естественно, учитывались и то, какой непосредственный прямой физический ущерб он наносит, и учитывались и негативные последствия, чем это может грозить и в глобальном, и в локальном масштабе. Ядерное оружие – это не машина судного дня, которую описывал КАР в своих работах 50-х годов. Это эксклюзивное интервью программы. Американский политик Пол Крейг Робертс. При администрации Рональда Рейгана он работал в Белом доме советником министра финансов. По политическим взглядам – республиканец, но не поддерживает общепринятую линию «валить все на Россию». Пол Крейг с самого начала интервью был встревожен. Он уверен, сейчас в отношениях двух стран наступил критический и очень опасный момент. Сначала они демонизировали Бен Ладена и атаковали Афганистан. Потом они демонизировали Саддама Хусейна и атаковали Ирак. Потом был Каддафи, Асад, Иран с ядерным оружием. Если ты русский, то ты можешь быть уверен, что тебя они тоже демонизировали. А это значит, что ты следующий. Говорит, что особенно опасно звучат новости о разработках и испытаниях новейшей американской термоядерной бомбы. То, о чем говорил Гордон Дафф. Я не могу догадываться обо всех планах и шагах правительства в оборонной сфере. Но я знаю, что администрация Трампа ведет разговор о создании нового вида ядерного оружия. Меньшего по размеру, но гораздо более мощного. Это выглядит безумством. Если ты создаешь новое оружие, это значит, что ты хочешь его использовать. Нам в России часто кажется смешным, как американские политики и СМИ во всех бедах обвиняют Москву. Начиная с так называемого вмешательства в выборы, заканчивая любой мелочью. На самом деле внутри США это все многие воспринимают как реальную подготовку к войне. Сегодняшним американцам прочистили мозги пропагандой, что Россия враг. И это сделано гораздо более эффективно, чем даже во время Холодной войны. Сегодня Трамп говорит, что хочет покончить с напряженностью и враждебностью между странами. Но ему не дают это сделать. Это очень опасная ситуация. Что может быть сделано? Я думаю, Россия не сможет разобраться с этим с помощью дипломатии. Потому что группа людей в Вашингтоне в этом не заинтересована. У них нет независимой политики. Мне кажется, что единственное, что могло бы сделать российское правительство, это задать вопрос мировому сообществу. За что они демонизируют Россию? И задать вопрос, понимают ли они, какими последствиями это грозит и насколько это опасно. Возможно, это именно та ситуация, из которой не будет другого выхода, кроме как использовать последнее средство. Почему война будет ядерной? Это очевидно. Россия, Китай и другие крупные страны, в которые США и НАТО не удается проникнуть, говорят, что прямое ядерное столкновение США и России практически исключено. Да, там разрабатывают стратегию молниеносного удара. Но у наших ракетных войск все равно будет чем ответить. Так, например, считает и один из создателей нашего ракетного щита, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. Я в этом отношении полностью согласен с двумя людьми. Один из них, президент Путин, который на саммите армии 2015-2015 сказал, что наши стратегические ракеты способны преодолеть любую, я цитирую, самую технически совершенную систему ПРО. А другой, министр национальной безопасности, там, по-моему, в министерстве США, он сказал, мы беззащитны перед российскими ракетами. Ну вот и все, понимаете? И, казалось бы, хватит уже панику разводить. Однако никто не может исключить использование так называемого гибридного метода ведения войны, когда грязное дело выполняют посредники, террористы или так называемые повстанцы. Где сегодня самые опасные места на планете и где действительно может рвануть? Простейшую атомную бомбу собрать очень просто. Ее тоже не разместить на ракете, потому что она будет слишком велика. Это элементарное устройство такое, которое основано на двух половинах, которые под давлением взрыва сближаются, и получается ядерный взрыв, атомный взрыв. Ну, на уровне, примерно, мощности всероссийного мегасаки. Смотрите в нашей программе. Рака, Дейр, Эсзор освобождены от террористов. Действительно ли это победа над ИГИЛ в Сирии? Чем займутся сбежавшие с насиженных мест головорезы? Сирии, с моей точки зрения, ничего не завершено. ИГИЛ – это не организация и не государство в классическом его понимании, а это, конечно, террористическая сеть. Наш материал из Дамаска. Бригадный генерал сирийской армии уверен. Война не закончится одним лишь освобождением территорий. Спонсоры террористов лишь возьмут паузу, чтобы попытаться нанести страшный удар. Сейчас такие военные группировки, как Свободная армия Сирии, ИГИЛ и другие, смело можно назвать американскими, так как они поддерживаются США. Почему украинские атомные станции стали так часто выходить из строя? С какой целью радикалы проверяли на прочность систему безопасности Запорожской АЭС? Из-за чего в последние годы на Украине столько аварий на действующих реакторах? Вот за последний только год аварийные остановки были на 9 атомных блоках. Причем аварии были всегда, так сказать, сопряжены достаточно серьезными потерями. Продолжение прямо сейчас. В последние месяцы сирийская армия и наше Министерство обороны сообщали о стремительном освобождении захваченных ИГИЛовцами территорий. Террористы потеряли свои позиции. Но закончилась ли на этом война? На Ближнем Востоке сошлись очень многие интересы, и не только американские и российские. Скажем, вокруг Сирии есть четыре региональных силы, региональных держав, если хотите. Это Турция, это Иран, это Саудовская Аравия и это Израиль. Они представляют четыре разных совершенно нации. И вот наша задача сейчас как раз вокруг сирийского конфликта свести все их интересы, ну хотя бы на уровне единой площадки, в чем они могут быть согласны. Эксперты говорят, на Ближнем Востоке начинаются новые проблемы. Террористы здесь не были случайным явлением. Против сирийской армии воевали десятки группировок. И у каждой свои влиятельные покровители. Это то, что в современном мире называется гибридная война. Когда государства от своего лица не желают пачкать руки в крови и для отстаивания своих интересов нанимают боевиков. Американцы называют это прокси-силы. Эта угроза более 20 лет уже существует. Марионеточные войска, прокси-силы, мы должны отметить, все созданы спецслужбами Запада. Они все контролируются. США позволяет ИГИЛ проходить через свои границы. Были показаны лица игиловцев, транспорт, показаны базы ИГИЛ. Американские военнослужащие, которые участвуют в террористических операциях. Это доказательство, предоставленное Россией. Никогда не появлявшиеся в американских газетах лица игиловцев и американские машины, развозящие оружие. Военные эксперты говорят, что Ближний Восток теперь похож на одно большое минное поле. Где теперь рванет, непонятно. Слишком много влиятельных проигравших в сирийской войне. А у некоторых из них есть ядерное оружие. Это эксклюзивное интервью нашей программы из Сирии. Бригадный генерал совсем недавно вышел в отставку. Он прошел самые отчаянные годы этой войны. Я хочу сказать о ядерной бомбе Израиля. Израильский ученый был арестован в Италии и сказал, что в Израиле находится более 200 боеголовок. Это было 15 лет назад. Сейчас Израиль имеет более 400 боеголовок. О ядерной программе Саудовской Аравии я могу сказать. Немецкий журналист писал, что Саудовская Аравия имеет ядерные боеголовки на разных базах. Саудовская Аравия может представлять большую угрозу для Средней Азии. Америка признала, что они использовали более чем 15 тысяч единиц уранея. Официально ни одна из ближневосточных стран не входит в ядерный клуб. Неофициально атомные бомбы могут быть у каждой из них. В рамках безопасности вместе нам удалось очистить страну от террористов. И сейчас 95% Сирии свободно от бандитских групп. Это случилось благодаря взаимодействию с российскими воздушными войсками. На данный момент силовой баланс в Сирии и Средней Азии восстановлен. Король Саудовской Аравии сотрудничает с американским правительством, Израилем и другими государствами этой области. Они пытаются сломить Сирию. Естественно, если какая-либо страна ни с того ни с сего ударит ядерной ракетой по соседу, она немедленно окажется в полной международной изоляции. На такое не решится никакое правительство, но способ сделать это, похоже, найден. Так, по данным иранских спецслужб, в руках боевиков ИГИЛ уже есть 40 килограммов урана. Возьмем вопрос с грязной бомбой. Девять различных случаев ядерных перевозок и ядерного горючего были перехвачены на пути к ИГИЛ. Эти поставки были перехвачены с Украины или на пути в Румынии или Турции. Что мы сделали, обеспечивая оружием всю Анусру и ИГИЛ? Что было, как я считал, создано спецслужбами США и Британии, Израиля, Саудовской Аравии, Турции? И, поставляем современное оружие, мы создали возможность для движения современного оружия по завершению конфликта. Какую выгоду можно вынести из ядерной атаки, кажется немыслимым лишь на первый взгляд. Такое происшествие, скорее всего, вмиг лишит доверия любое самое надежное правительство. А прямое попадание бомбы может его попросту уничтожить. Таким образом, цель атаки будет достигнута очень быстро. Сегодня глубина противоречий в глобальном мире неизмеримо выше, чем те противоречия, которые были перед началом Второй мировой войны. И единственная сила, которая предотвращает сегодня Третью мировую войну, это является ракетно-ядерное оружие. И лучшей иллюстрацией тому является пример корейский народ демократический республик. Имея ракетно-ядерное оружие, Корея обеспечила себе иммунитет от внешней агрессии. Кирах, времен Саддама Хусейна, Ливия, времен Каддафьев, отказавшись от разработки ядерного оружия, оказались жертвами агрессии. Смотрите далее. Украинские боевики захватили под свой контроль ядерный реактор в центре Киева. Почему полиция никак на это не реагирует? Представители батальона Айдар, захватив институт проблем безопасности атомной энергии на Украине, конечно же, уже имеют элементы по всей вероятности, которые позволят им сконструировать эту грязную атомную бомбу. Жуткий план ядерного теракта. Зачем американские инструкторы приезжали украинцев учить, как грязные бомбы взрывать? И угроза, о которой многие успели забыть. Кто и зачем перевел советские атомные станции на американское топливо? Сколько Чернобылей может повториться на Украине? Это запихивать, условно скажем, винтовку, вот так, для простоты понимания, вместо одного калибра другой. Ну, может быть, пронесет, так сказать, винтовку не разорвет. Сенсационное расследование. Все очень серьезно на этот раз. Откровенное интервью бывшего премьер-министра. Почему мы оказались под ядерной угрозой? И кто зарабатывает на этом баснословные деньги? Продолжение прямо сейчас. В марте 2017 года на Украине бандиты из батальона «Айдар» захватили Киевский институт проблем безопасности АЭС. К тому, что нацбатальоны хозяйничают по всей Украине, уже давно привыкли. Люди с оружием запросто могут ворваться в любое учреждение и установить там свои порядки. Так, например, из недавнего боевики захватили гостиницу «Лебедь» в столице, сельсовет в Полтавской области. Но здесь ситуация из ряда вон. О вторжении на территорию режимного объекта не сообщалось очень долго. Только в конце сентября эта информация попала в прессу. Директор института Анатолий Насонов заявил, что боевики удерживают ядерный центр. Мы неоднократно обращались в нацполицию по данному факту, но до сих пор посторонние лица с оружием остаются на территории института. Диверсия на исследовательском реакторе – это что означает? Ну, это, может быть, не ядерный взрыв, но это такое разнесение. Ну, Чернобыль. Вот нечто вроде Чернобыля, может быть, в меньших масштабах, но это в центре мегаполиса. И, кроме того, многие десятки радиоактивных материалов медицинских центров содержились. Если их собрать, подорвать просто гранатой, то это колоссальные районы будут заражены. И паники, и от паники погибли больше народа, чем непосредственно от болезней ночевых. Ядерщики сообщают об огромной опасности. Полиция не вмешивается в происходящее. А тем временем в руках у Айдара находятся ядерные материалы. Представители батальона Айдар, захватив институт проблем безопасности атомной энергии на Украине, конечно же, уже имеют элементы по всей вероятности, которые позволят им сконструировать эту грязную атомную бомбу. Айдар всемирно стремится создать ядерную бомбу, грязную ядерную бомбу, для того, чтобы быстрее ее применить в целях провокации. Давно не секрет, что украинские спецслужбы последовательно в течение нескольких последних лет пытаются провести на территории России диверсионные операции. Офицеров СБУ неоднократно задерживали в Крыму. А в конце сентября на российско-украинской границе в Курской области пограничники попытались остановить троих диверсантов, которые хотели незаконно перейти на Украину. Завязался бой, в котором погиб российский военный. Нарушители границы были уничтожены. Что могло их интересовать в Курской области? А там, между прочим, находится Курская атомная электростанция. Причем в зоне досягаемости украинских тактических ракет класса «Точка-У». Ну, технически, технологически, конечно, Украина располагает всеми возможностями реализовать, так сказать, эту безумную идею. Ну, в Украине действует реактор до сих пор, научный реактор в центре Киева, кстати сказать, на проспекте науки. Вот. Украина располагает достаточное количество специалистов, ученых, которые способны были бы реализовать, ну, если уж Южная и Северная Корея реализовала, да, если Иран там реализует, ну, представьте себе высокий потенциал украинской науки, бывшей советской науки. Она же, так сказать, я не разделяю все, о чем я говорю, это то наследие колоссальнейшее, которое Украине досталось от Советского Союза. Эксперты считают, что Киев и не планирует брать на себя ответственность. Для этого есть прокси-силы, боевики, маргинальные, никому не подчиняющиеся нацбатальоны, например. И для этого не нужны никакие высокие технологии. Достаточно захватить самый простой комплекс «Точка-У» и снарядить его ядерными отходами. На постсоветском пространстве, особенно на Украине, достать их совсем несложно. У нас есть так называемые ретеги, радиоактивные термоэлектрогенераторы, которые использовались, чтобы питать маяки, в частности, на Северном морском пути. На Балтике тоже стояли. Там огромное количество, условно говоря, как ведро шариков цезиев. Были случаи в Кандалакше, когда охотники за металлоломом в 90-е годы этот ретег, то ли спилили, то ли его, действительно, штормом выбросило на берег, неважно. Они его раскурочили, металл сдали, деньги получили, напились и умерли от облучения. Все это могло бы показаться ужасной фантазией и совершенно невероятным сценарием событий, если бы не реальные факты. Сначала захват ядерных материалов на Киевском учебном реакторе, а потом, в конце сентября, визит на Украину экспертов-ядерщиков из США. Официально учение по ликвидации последствий взрыва грязной бомбы. Сценарий такой. Якобы донбасские ополченцы атакуют Украину бомбой, начиненной радиоактивными отходами. НАТОвские химики и ядерщики смоделировали такой взрыв. Учения оказались настолько важными, что на них прилетел даже генсек НАТО Ян Столтенберг. Осенью Киев потрясла волна митингов и беспорядков. Громкое возвращение Саакашвили. Палаточный лагерь на Майдане. Эксперты говорят, в этих действиях чувствуется подчерк мастера политического пиара. Спектакли. Вот этот человек всем хорошо знаком. В начале октября Игорь Коломойский отправился в Женеву на очень важный ужин с еще одним украинским олигархом Александром Онищенко. На эту встречу Коломойский пригласил журналистов и вовсе не случайно. Они написали в своих изданиях то, что хотел заказчик. Если касается Коломойского, то этот циник, он не становится ни перед тем. Он откровенный циник, для него святого нет. Ну, судя по тому, что он сделал столько вскормил вот этих ублюдков с этими нацистскими ортодоксальными настроениями. Что происходит на Украине? Действительно ли нам стоит готовиться к удару со стороны соседей, отказавшихся считаться братьями? После переворота 2014 года новые власти взяли курс на разрыв отношений с Россией. И коснулось это не только политики. Топливо для украинских АЭС решили закупать в США. У частной компании Вестингаус. При этом урановые стержни, которые теперь поставляют, не подходят к реакторам, построенным в СССР. При нашей власти, условно будем говорить, мы были категорически против использования наших атомных станций, построенных еще по советским проектам. Абсолютно все станции, все наши атомные блоки, их 15 общее количество, были построены по советским проектам. По советским технологиям и предусматривали использование ТВЭЛ в тепловыделяющих элементах российского, ну тогда советского, а сейчас российского производства. Будучи премьер-министром, Николай Янович ознакомился и с мнением атомщиков, и экспертными заключениями по американским топливным элементам для АЭС. Мнение было категоричным. Переход на нестандартные ТВЭЛы может привести к серии «катастроф» похуже Чернобыльской. Еще раз подчеркиваю, что люди есть люди. Кого-то заставили, кому-то пригрозили, и начинаются уже звучать совсем другие голоса, чем те, которые мы слышали на экспертных заседаниях, на экспертных комиссиях. Но мы же видим практику. За последний только год аварийные остановки были на 9 атомных блоках. Причем аварии были всегда сопряжены достаточно серьезными потерями, сдержками и возможностью перетекания этой аварии гораздо более серьезное мероприятие, гораздо более серьезную катастрофу. Фактически все украинские АЭС работают на сегодняшний день на свой страх и риск. Загружают в советские колбы кассеты с неподходящим по параметрам ядерным топливом. Те аварии, которые уже произошли, не придаются огласке. И просчитать, насколько хватит терпения и сил, которые берегут Украину, может только Господь Бог. Это запихивать, условно скажем, винтовку, вот так, для простоты понимания, вместо одного калибра другой. Ну, может быть, принесет, так сказать, винтовку не разорвет, а может разорвать. А вот это тот случай, когда авария может накрыть не только Украину, она может накрыть и Россию, сопредельные страны и быть источником угрозы для других государств. На протяжении всего 20 века из всех видов именно ядерное оружие, как это ни парадоксально, оказывалось самым мирным. Благодаря паритету и фактированному ответному удару в случае нападения, Третьей мировой войны не случилось. Однако, кажется, теперь кто-то придумал, как снять с себя ответственность и избежать ответных действий. Свалить все на марионеточных боевиков или повстанцев, от лица которых может быть сделано все, что угодно.